Романтическая песня Стало так скучно вдруг Лишь снег и луна за окном Звонит мне как-то друг Приезжай, посидим, попьем Я поехал, гитару взял Там девчонки и песен хотят И попал с корабля на бал И увидел в гостях тебя В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду В каждом есть свой секрет Да трудно в душе прочесть Есть оно счастье? Нет Да где-то, наверное, есть И вот улетела грусть В прошлом она уже Я не с тобой, но пусть Ведь ты у меня в душе В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду Снег шел тогда густой Вечер смотрел в окно Помнишь, а мы с тобой Говорили и пили вино Снегом все замело И закрушила судьбу Мне без тебя тяжело Я без тебя не могу В городском саду Падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду Соло на баяне Влад Савосин Причем как песня про любовь Так он всегда начинает соло играть В городском саду Падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду Солистка группы Попутчик Екатерина Зарывина И ваши аплодисменты Ну место действительно Это легендарное Горсад Во-первых, он во многих песнях А был упомянут Здесь же и памятник Афанасию Тоже это в песнях Многие слушатели помнят И Афанасий спускает ладью Много здесь легендарного На фоне моста Который находится справа от меня Михаил снимался на плакаты Которые в городах Ну вывешивались наряду с афишами Наряду с афишами Наряду с афишами они вывешивались Все это происходило здесь В этом горсаду И 10, даже не больше Уже чем 10 лет назад Здесь же происходила первая фотосессия На альбом «Жиган-лимон» Сейчас ту стену, напротив которой мы Снимались кирпично-разрушенной Сейчас она уже новая, бетонированная Но деревья, возле которых мы снимались То есть весь остальной пейзаж Остался прежним Мы легендарное место Владик, вы можете рассказать Немного свою автобиографию? Да, ничего, наверное Очень судьбоносного Какого-то фундаментального В моей судьбе нет Я родился в городе Клин Московская область Кстати, надо заметить, что Все музыканты Михаила Круга С разных городов То есть кто-то с Волгограда был Кто-то с Ташкента был Со многих других городов И я в городе Клину Там же закончил школу музыкальную Поступил потом в Тверское музыкальное училище По окончании его отслужил в армии После чего пришел И вот тут, благодаря судьбе Счастливой случайности Я познакомился с Михаилом Как вы познакомились с Михаилом? Можете сказать? Да, вот Вот здесь, вот как раз Здесь на берегу Волги На том берегу Стоял плавучий ресторан И Михаил зашел туда К кому-то из знакомых Соответственно Его попросили Потому что он уже Был тогда, выступал на конкурсах Каких-то фестивалях Тверских И его попросили Друзья исполнить песню Ну а поскольку у меня там Баян был То тут же мы Такой импровизированный Дуэт получился После чего Уже мы решили Что будем Михаил пригласил Дальше работать Давай, говорит Выступим на конкурсе Самодеятельной песни Он проводился тогда В Доме культуры Металист Не помню какой по счету Но И вот именно тогда Это в самом начале 90-х Вот как раз я с армии пришел Мы и начали Дуэтом выступать Баян-гитара Вспоминая ряд Забавных случаев Которые происходили На гастролях Я понимаю Народу интересно Не все написано в книге Вот Не так подробно Могу сказать Что их были сотни Если не тысячи Историй И комических И трагичных Поэтому Вряд ли Мои беседы Сейчас Просто хватит Одного примера Чтобы раскрыть Всю многогранность Личности Михаила Поэтому просто Что последнее вспомнил Из своих последних гастролей Могу рассказать Случай Что проводники Очень Очень относились Относились С уважением к Михаилу Потому что тоже Любили его творчество И постоянно гордились тем Что если Михаил Ездил в их вагоне И соответственно Народ на тех полустанках Где мы останавливаемся Благодаря тому социуму Который сейчас у нас в стране Народу в этих городах Приходится Выходить и торговать То есть пирожками Продукцией местных Заводов И так далее Которые им зарплату Как раз и выдают Ну то есть Ничего нового Я здесь не открываю Все это мы видим Проезжая По территории нашей Поистине необъятной Родины И вот Проводница Одна очень гордая Тем что В ее вагоне Едет Михаил Круг Группа Путчик Значит Выходит на одном Из полустанций Стояли по-моему Минут 20 Где-то вот так вот Значит Бегает вдоль Вагонов Народ Со словами Можно я зайду Можно я там Продам что-то Можно там Предложу Игрушки Хрусталь Там все было Ну вот И Проводница С гордым видом В этот момент Стоит в дверях Тупо Нет Не пущу Те Там Петровна Ты что Ну все даже договаривались Нормально Забегали к тебе там На станцию Давай пробегусь По вагону быстро Ну Нет Мы круга везем Вот Значит Что происходит В этот момент Та женщина Которая услышала Об этом Уже забыла О своем товаре И начинает орать Людка Надька А Сюда Тут круг едет Но Самое забавное В чем Что В этом же вагоне С нами Два купе Занимала Команда Рок-команда Молодежная Ну не буду ее Называть слух Это саундтрек Ее в фильме Есть В фильме Брат 2 Вот В этот момент А они Как раз Что-то репетировали И приложили гитару К окну В нашем купе Естественно Было приложено Только по-моему Домино Что-то нарды Что-то так простенькое То есть Непонятно было Что это музыканты едут А у них гитара Прямо прислонена К окну И вторая рядом стоит То есть видно Это все с улицы Из вагона Все светло В этот момент Все бегают вдоль вагона Уже никто ничего не продает Все хотят Ну или взять автограф Или посмотреть Хотя бы Что там Что-то там Контакт какой-то Иметь с Михаилом Поскольку я понял Что в этом небольшом городке Все кто торговал чем-то Это все однозначно Было поклонники Творчества Михаила были В этот момент Все начинают носиться Люд К Надь Сюда Все там Давай Опять все Сбегаются туда Начинают тыкать игрушками Бегают вдоль всех вагонов В этот момент Стучатся в то купе Где гитара А это как раз Молодежная рок-команда Где гитара прислонена к окну Там в этот момент Человек как раз спал Потому что уже ночной Был какое-то Ночное время Он в окно выглазит Чего? Все ему к нему ломятся Где круг? А он с просонья Только разбудили Оттуда вся толпа шумит Он Чей друг? И опять Да хорош Круг где? Он опять Да чей друг-то? Ну показывает он Мой Только курить вышел В тамбур Вся эта толпа Несется от этого купе К тамбуру Ломится туда Вот В этом момент Михаил наблюдает Ну С долей Доброй какой-то Иронии Потому что он И рад бы выйти Но тогда просто У него не хватит Ни времени Ни фломастеров Ни кассет Ни открыток Каких-то своих Поэтому он просто Посидел Так мудро Мудро порадовался Мудро поулыбался Этому процессу А народ Конечно Ничего Не продал Видимо Потому что Все эти 20 минут Это были Поиски и собирания Возле этого вагона Ну В надежде Что Ну я не знаю Что народ в этот момент ждет Что споет Михаил Потому что в поездах Очень часто было так На гастролях Заходит проводник Здравствуйте Михаил А у вас гитара есть? Тот говорит Ну есть Электра Да А А что Вы хотели сыграть? Проводник Нет Вы чтоб сыграли Ага Так все хорошо И начинает Значит после этого Приводить ряд народу Из соседнего купе Тоже Значит Из соседнего вагона Таких же проводников Везти Вот Типа Круг едет Вот У меня То есть там у них свое Какое-то соцсоревнование Что ли было И так далее То есть много Ряд случаев есть Которых Народ Непосредственностью Свою Несколько заставлял Улыбаться Михаила И Ну как-то к этому Снисходительно Относиться Потому как Но при всем желании Он же не мог Просто Именно действительно С каждым Присесть за стол С каждым Составить беседу Какую-то многочасовую Да Но на концертах Он всегда давал автографы Всегда То есть И как он говорил Концерт заканчивается Только тогда Когда дан последний Автограф Вот в этом плане Он был честен С публикой своей И он любил Могу сказать Без преувеличения Он любил Каждого своего слушателя И я в этом плане Завидую себе Именно То Что судьба Меня с ним свела Потому как У меня был Очень хороший пример Для того Каким должен быть Музыкант Работяга Каким он был должен Как творческий работник Как он должен быть Как контактер с залом Отдельно Отдельно хотелось бы сказать О поэте Александр Белолебединский Который известен Широкой публике По песням Михаила Круга Клава, сирень По щенячьи И поволчьи Поэт Наряду с хлёсткими Юмористическими текстами Может И пишет Пишет Глубокие Философские И трагические Так он одним из первых Отразил в своей В своем творчестве Трагедию Которая случилась В Твери 1 июля Я имею ввиду Гибель Михаила В день города На его стихи Группа Написала музыку И эта песня Посвящается Светлой памяти Михаила Отгремели салюты Праздник справила дверь Лишь на сердце Как будто Стало пусто Теперь В праздничных фейерверках В бликах темной воды На земле А не сверху Не узнали беды В этот праздничный вечер Охмелевший народ По обычаю вечно Как всегда С года в год По вечерней красивой В старой русской двери Проходили все мимо Наступившей беды Но в раскатах салюта И в людской суете Захотелось кому-то Отыграть в темноте Два безликих подонка Для кого нет святых Две презренных душонки Поджимая хвосты Ради легкой наживы Шли в открытую дверь До сих пор они живы Но состарилась дверь И два выстрела подлых В праздный день Не войну Два подонка Негодных Сколыхнули Страну По-предательски И пошли на прихват И две пули скосили Всероссийский талант Лишь на утро узнала С грустью матушка дверь Что она потеряла В этот праздник теперь Опустела без круга Вся Тверская земля Всем терять друга трудно Но уходят друзья По неведомым тропам Начертанным судьбой По слепому гоп-стопу Жизнь рассталась с тобой Да, ты, Миша, с любовью Воспевал нам страну Но патронное пламя Оборвало струну Словно жизни эпоха Оборвалась нить Пусть и жили мы плохо Но хотелось ожить Но два выстрела тихих И порвалась струна Мы теряем великих И пустеет страна Где же ты, справедливость? Где ж ты, Господи, Бог? Ну скажите на милость Чем был, Миша, вам плох? Жизнь прошла твоя сложно И тебя больше нет Как такое возможно? Умереть в сорок лет Когда был на подъеме Своих творческих сил Ты погиб прямо дома И никто не спросил Как случилось такое Что те два подлеца Хладнокровной рукою Расстреляли певца ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова